Я хочу донести мысль о том, что нужно беречь все, что у вас есть, беречь отношения, беречь природу, беречь вот абсолютно все, тотально все, что есть, все беречь. И потом он мне показывает, он говорит, вы приносите огромную боль планете Земля, и он мне показывает, как Землю ковшами, вот так вот, прям вся планета, вот он мне всю планету показывает, и как ее везде ковшами, вот так вот роют вот эти котлованы, котлованы вот эти роют, и боль такая, прям я вот чувствую, как будто бы я земля, и как будто по мне вот так вот шкрябают вот этими вот ковшами. Боль такая неимоверная, она вот и душевная боль, и физическая, как будто бы вот по мне вот так вот, вот под кожу вот так вот, и вот так вот сдирают ее с меня. Я прям стою, у меня слезы текут, я представляю, как это больно. Ну, то есть через меня вот эта боль в земле, она через меня проходит, я стою, плачу, говорю, почему ты мне это говоришь, я это делаю? Он говорит, конечно, ты это делаешь, ты в этом участвуешь. Ты используешь металлические предметы, ты пользуешься машиной, ты заливаешь машину бензин, ты все это делаешь. Они передают телепатически, я не могу сказать, что они передают образ, именно мысль, то есть это не текст, звука нет, текста нет. Я уже потом в текст интерпретирую сама, то есть я сама перекладываю это на слова, которые я знаю. Причем, как они мне сказали, что словарный запас у нас сейчас настолько низкий, что они даже не могут, они передают мысль, и я не могу ее даже сформулировать. Они говорят, что сейчас настолько низкий словарный запас, ну, примерно 1% из 100, если в процентном соотношении, вы, говорит, настолько, ну, деградировали, да? Они нисколько никогда не унижают людей, они с огромным уважением к каждому. То есть они уважают достоинства каждого человека, какой бы он ни подошел. И при этом они, ну, показывают просто как есть, они говорят, что, ну, уж извините, да, как есть. Но были моменты, когда возникали образы, то есть было видно картинку, я могла эту картинку увидеть, то есть, может, они все это стараются сделать, просто я, может быть, не сонастроена была. Вот. И даже бывали иногда запахи, но чаще всего, то есть это первое, что они делают, это передают чувства. То есть первое – это чувства, потом идут уже телепатические мысли, потом уже возникают картинки. Вот. И один раз были прям запахи. Вот один-единственный раз. Самое мощное было, конечно, это последнее, то, что я услышала, это самое последнее, вот, скажи, перед отъездом, это по поводу земли, когда дольмен такой, группа дольменов Капибг называется, она очень известная, ее достаточно легко самостоятельно найти, это как ехать в аул Калеш, и там выходишь, и все, и они там, на сопочке. Дольмен называется у местного населения, ну так вот, в текущей ситуации он как денежный. Я к нему подходила, мы были там три раза. Первый раз я вообще никак его не поняла, не услышала, и даже не почувствовала. Он составной, и составные дольмены чувствуются намного меньше, чем монолитные, или корытообразные, до которых только крышка, то есть он цельный и крышка отдельно. А вот составные у них, они, как-то вот мне, допустим, они тяжелее, ощущение от них словить, сонастроиться. Но вот он составной дольмен, из плит, да, из шести. И первый раз вообще я его никак не услышала, не почувствовала. Второй раз, мы когда уже подошли, я его почувствовала. То есть он начал со мной, пытался разговаривать, и другие дольмены, там группа дольменов, их несколько, и они, их много, и много разрушенных. И я прям слышу, я их начинаю видеть, но я не вижу их прям так, вот как я Моис описывала, да, или старца, вот Рада. Но я вижу, вот они вот, их много, они прям, прям их десяток, наверное. И вот они стоят, и они пытаются нам сказать, говорят, девочки, пожалуйста, нам нужно вам передать очень важную информацию. Это вот второй приход был. И я слышу, что они хотят со мной разговаривать, и я говорю, я вас не понимаю, я не слышу. Они говорят, приди к нам еще раз, мы обязательно тебе должны эту информацию дать. Я говорю, хорошо, я к вам приеду. И вот в третий раз, когда мы уже приехали перед отъездом, я каждый раз спрашивала, задавала ему вопрос. Подхожу и говорю, почему тебя считают денежным? Объясни мне, пожалуйста, то есть, ну, открой информацию, которую ты несешь. Ну, ты же не денежный же явно. А вот у них там вообще денег не существовало. И вот третий раз я к нему подошла, ну, мы прошли по другим дольменам, как бы в контексте все можно будет рассказать. И к нему уже, когда подошла, положила на него руку, и информация такая прям, прям вот таким объемом, как вот Анастасия пишет, свернутое в зерно сразу и чувства, и мысли, и картинки, и даже запахи. И вот он мне отвечает на вопрос, я опять задаю вопрос, ну, ты же не денежный, какую информацию ты несешь? Он говорит, естественно, я не денежный. Я несу информацию по бережному отношению ко всему окружающему миру. То есть я несу энергию бережливости. Я говорю, объясни мне, ну, то есть что это значит? Он говорит, ну, вот посмотрите, как вы к друг другу относитесь. Вы, говорит, друг друга все обижаете, кусаете. Он говорит, зачем у вас такая короткая жизнь, вы так мало живете. Зачем вы это время свое короткое тратите на то, чтобы сделать больно друг другу? Почему бы вы это время не потратите на то, чтобы любить? Я говорю, почему ты это мне говоришь? Я тоже себя так веду. Он говорит, конечно, а что ты лучше других? Говорит, посмотри, как ты со своими детьми разговариваешь. Ну я, все видят, да, как я с детьми разговариваю, я говорю, я плохо разговариваю с детьми, он говорит, ты их очень сильно обижаешь, ты обижаешь свою дочку? И он мне, давай, показывать ситуации, это все было 10 минут, он мне столько ситуаций развернул, где я ее действительно обижаю. Потом он говорит, посмотри, как вы относитесь, человечество, он имел в виду, вы относитесь к живой природе, к деревьям, к растениям, к насекомым, вы все это уничтожаете, 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 зачем вы это все уничтожаете? Оно же все для вас, оно же все живет для вас, деревья вам дают воздух и не только воздух, они там и воду и все остальное, а вы их уничтожаете. Вы, говорит, убиваете насекомых, там их травите, как можете, травите землю, зачем вы все это делаете? Ведь это же все для вас, вы должны все это беречь, беречь нужно, говорит, абсолютно все, что вы имеете, абсолютно все. Вот у вас есть какая-то там одежда, да, берегите ее, не надо там миллион этих курток каждый год покупать. Вы знаете, как это боль на планете? Одна куртка, она занимает там, тонны воды используется на планете Земля, чтобы эту одну куртку не постирать, сделать, да, произвести. Зачем вы все это уничтожаете? Я говорю, почему ты мне это говоришь? Я тоже это делаю. Конечно, говорит, но ты же в этом участвуешь, ты же используешь искусственные предметы, зачем? Ты могла бы, допустим, одну вещь, там, одну шубу носить, там, не знаю, всю жизнь, да, а ты, ну, покупаешь, меняешь, зачем ты это делаешь, для чего? Вот я об этом, говорит, и хочу сказать про бережливость, берегите все, что у вас есть. У вас есть вот один пластиковый стакан, да, не надо его тут же в мусорку кидать и покупать следующий. Вот и берегите вы этот один пластиковый стакан, там, одну ложку, ну и берегите вы ее. Говорю, а что я могу сделать? Он говорит, хотя бы на уровне себя откажись. Откажись. От чего? От использования. То, что производится, то, что приносит ущерб земле. Металлические предметы, бензин, все искусственное, оно все делает земле очень больно. На уровне производства и потом на уровне утилизации. Земле это все очень больно. И эта боль прошла прям через меня. В смысле, не копать лопаткой? Не копать. А чем? Руками или что? Ну, это отдельный вопрос. Вот этот дольмен мне на этот вопрос не ответил. Я у него не стала спрашивать, потому что мне было очень больно. Я прям чувствовала запахи вот в этот момент. Он мне все показывал. Это все было в... Я бы не сказала, что в голограммах. Это было прям реально, как будто бы я вот в кино туда внутрь фильма закрутилась, да. И вот это вот все через меня прошло, как будто бы я участвую в съемках фильма. И вот прям с чувствами, с запахами, с полностью. Продолжение следует...